Ответ на требование о предоставлении документов в налоговую образец. Если организация никаким образом не реагирует на запрос налоговой инспекции и направит в установленный срок ответ на требование о предоставлении документов в налоговую образец, то компании грозят санкции. В статье будет подробно рассказано, как подготовить документацию по всем правилам, каков срок представления документов по требованию налоговой, как считать. Советы по написанию ответа. В первую очередь потребуется написать вводную записку для ФНС Инспекция Федеральной Налоговой Службы. Обязательно следует отметить следующую информацию корректировочной как количество листов лицо предъявляющей доказательства за какой период дают пояснение в течение скольких дней, месяцев. Предоставление документов Налоговую Службу в 2018 году вместе с ответом на требования Налоговой Службы о предоставлении документов. Предоставляются счета и выписки, которые берутся из учетного журнала продаж и покупок. Обязанность ФНС отвечать на такие извещения. Причем вводную записку можно прислать как на обычном листе, так и в электронном виде. В записке Федеральная инспекция отмечает найденные ошибки. Прежде чем ответить, необходимо проверить еще раз декларацию. В зависимости от причины будет зависеть содержание ответа, то есть от того, нашлись несостыковки в отчетности или нет. Важно! Необходимо в течение пяти рабочих дней выслать вводную записку на запрос Федеральной службы, не позже. Выдача ответа зависит от правильности заполнения декларации. В заполнении декларации нет ошибок. Если после личной проверки данных выяснилось, что декларацию заполнили правильно, то необходимо уведомить об этом инспектор ФНС. Нужно объяснить, что цифры, указанные в отчете, достоверны. В этом случае ответ нужно написать следующим образом. Выполняя ответ на требование от даты и номер, сообщаю, что отчетность за указывается период заполненный верной. Для ее исправлений нет оснований. Нашлись ошибки. Если все-таки в заполненной декларации нашлись ошибки, то действует по отношению написания записки в зависимости от ситуации. Если ошибки никаким образом не влияют на расчеты НДС, не понизили налог, то можно уведомить об этой технической ошибке федеральную инспекцию и сдать декларацию в исправленном виде. В ответном письме необходимо написать по полученному требованию нет даты и номер перепроверена отчетность за указывается период. Затем описывается, в каком месте была допущена ошибка. Скидываем исправленный отчет к повторному рассмотрению. Важно, если по допущенной ошибке снизилась процентная ставка НДС, то записку с доказательствами писать не требуется. Достаточно заполнить отчетность правильно на новом бланке и передать в налоговую службу. Как избежать вопросов от сотрудников ФНС? Чтобы избежать ненужных вопросов по отчетности, рекомендуется внимательно проверять информацию, представленную в декларации. Для справки, даже если и с организациями-контрагентами ведется документ оборот в бумажном виде, то добросовестный работник бухгалтерии сможет правильно составить отчетность. Составление бухгалтерской отчетности, конечно, бухгалтеру будет проще составлять декларацию, если весь документ оборот будет проходить в компьютеризованном виде. Достаточно будет сверить свои книги из теми, которые принадлежат контрагентской компании. Чтобы обойти ненужные вопросы от Федеральной инспекции, необходимо своевременно и правильно отправить вводную записку с доказательствами. Если заполните отчетность по соответствующим правилам, то у налоговой службы не возникнет сомнений. Часто задаваемые вопросы, когда придет требование о получении пояснения. Если Федеральная инспекция рассчитает все соотношения в отчете и найдет несостыковки. Как быстро придет письмо, если в декларации не обнаружились несостыковки. В течение двух дней после отправки. Если ошибки все-таки есть, то потребуется две недели с момента отправки отчетности. Письмо от Федеральной инспекции. В каком формате придет требование, если несостыковок нет? В виде PDF-файла. При обнаружении неточности письмо придет в формате PDF-плюс XML. Что содержится в письме, когда погрешности не найдены? В требованиях ФНС будет отмечена следующая информация, номер контрольного соотношения, формулировка нарушения, ссылка на законодательные акты, подробные расчеты, данные, отраженные в отчете. Что указывать в ответном письме, если недочетов не обнаружилось? Нужно указать номер подробного расчета с пояснениями. Новый формат пояснений. В скором времени будет доступен новый формат отправки ответного письма в Федеральную службу. Проводиться он будет в электронном виде. В содержание входит право включать в ответное письмо подробные расчеты. Право включать в ответ пояснения по сделкам, не внесенным в журнал продаж. Возможность включения письма любых пояснений в произвольном виде. Налоговая декларация. Если ничего не изменится в будущем, то формат ответного извещения в электронном виде подразумевает пояснение. По расхождениям в декларации. Когда требуется ответное письмо с пояснениями. Федеральная служба в некоторых случаях обязана потребовать у налогоплательщика пояснения или внесения в отчетность исправлений, если нашлись погрешности в квартальной отчетности, несостыковки сведений, содержащихся в документации, несоответствия сведений в документах. Налогоплательщика и налоговой базе. Важно! Если федеральная инспекция требует посещения налогоплательщика, а он не пришел, то последует предупреждение или наложение штрафа в размере от 500 до 1000 рублей на физических лиц и до 4000 рублей для юридических лиц. Сколько будет длиться переписка? Налоговая служба вправе требовать пояснения, запрашивать ксерокопии документации. Инспекторы будут ждать извещения и обязаны его внимательно рассмотреть. Если обнаруживается правонарушение, составляется акт. На получение ответа инспекция предоставляет 5 дней. За этот период налогоплательщик обязуется составить и отправить ответное письмо. Если переписка будет отличаться от формы запрос-ответ, то такие сообщения могут быть проигнорированы. Специальной формы подачи пояснения не предусмотрели. Но на официальном сайте налоговой службы есть образец того, как следует написать ответ. Не обязательно отправлять его в электронном виде, можно передать классическом на листе бумаги.